Музыка Всем привет! Вы смотрите программу «Москва. Лучший город Земли» и я, ее ведущий, Майкл Гибсон. Москва подарила миру много талантливых людей, писателей, поэтов, ученых, художников и, конечно, композиторов. Сегодня в нашей программе мы расскажем вам о лучших концертных плосадках столицы России, узнаем, как и где юные москвичи учатся играть на музыкальных инструментах и покажем, что музыка в этом городе звучит повсюду, иногда даже в самых неожиданных местах. Итак, мы начинаем! Сегодня в программе Подземные мелодии Юбилейный пятый сезон проекта «Музыка в метро» Музыкальная история Москвы, запечатленная в памятниках и монументах Дом музея великого русского композитора и коренного москвича Александра Скрябина Огромный орган, зал-трансформер и лучшая акустика в городе Изучаем концертные площадки столицы России Сегодня музыка в Москве звучит повсюду На концертных площадках, в театрах, на улицах города и даже под землей В московском метро можно не только быстро и комфортно добраться в любую точку города Оказывается, на много станциях здесь можно услышать живую музыку Игра ее не просто исполнительная, а участники проекта «Музыка в метро» Это несколько лет назад запустило правительство Москвы И сегодня мы с вами побываем на одном из таких подземных концертов Проект «Музыка в метро» – это результат совместной работы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города и московского метрополитана С 2022 года партнером проекта на этапе отбора артистов стал Московский Международный дом музыки при Департаменте культуры Москвы Проект «Музыка в метро» – один из самых любимых проектов наших пассажиров Он существует с 2016 года и за все время состоялось 300 тысяч выступлений А число участников превысило 5000 человек В декабре прошлого года стартовал пятый сезон проекта «Музыка в метро» И к нам пришло много новых музыкантов и коллективов Музыкальный коллектив «Бревис Бразбенд» – участники всех пяти сезонов проекта За это время у группы появилось много поклонников среди пассажиров метро Для музыканта «Музыка в метро» – это колоссальная практика Потому что музыкант привык, и в принципе его задача выступать на сцене для людей Которые специально на него пришли, на этого артиста А в метро, во-первых, очень сложно остановить людей Твоя задача – остановить человека, понравиться ему И это самая сложная среда для музыканта Репертуар для такой необычной музыкальной площадки группа подбирает сама Концерт под землей длится около двух часов Мы специально играем только лишь известные, популярные мелодии разных лет Современные, ретро, иностранные Но последние несколько лет мы стараемся больше играть российской музыки Советской музыки То, что людям больше всего нравится То, что у них на слуху То, что они помнят, знают, и несмотря на возраст Обычно здесь играют разные музыканты на пианино, на гитаре Но это, безусловно, было самым ярким и самым, как бы это сказать Это было громко, волнующе и наполнено огромным количеством энергии Они играют такие потрясающие песни, что нам просто пришлось остановиться и начать танцевать Я поклонник джаза И вот я слышу звук живой, который у тебя в голове пульсирует Он пульсирует, пульсирует Но они начинают сами ходить вместе с ними, с этими ребятами, понимаете? Это очень интересное сочетание живого звука Вообще здесь хорошая акустика, надо сказать Ой, вы знаете, мы когда спустились в метро, мы услышали этот чистый звук И мы еще тогда начали танцевать То есть мы очень любим танцевать, мы очень любим двигаться Пошли на звук Мы пошли, да, на зов сердца, скажем так Мы всегда за творчество, и чтобы в метро его было побольше В пятом юбилейном сезоне музыки в метро участвуют более 250 новых артистов Джаз, блюз, хип-хоп, кантри и мелодии из репертуара композиторов-классиков Звучат для пассажиров подземки на 34 площадках Это наш первый сезон, но уже поступают звонки и заказы Благодаря, конечно, музыке в метро и благодаря тому, что люди могут нас услышать Прямо в городе, в центре города На сайте музыки в метро москвичи и гости российской столицы Могут узнать, на каких станциях и в какое время будет выступать их любимый музыкант Также здесь можно подать заявку на участие в проекте во время проведения отборочных туров В следующий раз вы окажетесь в московском метро Планируете маршрут так, чтобы обязательно послушать музыкантов Они в Москве настоящие виртуозы А сейчас мы приехали в одну из многочисленных московских музыкальных школ Однако даже среди таких учебных заведений эта школа удается Все потому, что здесь учат на ударных инструментах Уверен, что здесь будет очень интересно и очень-очень громко Тимофей, давай еще немножко усложним и делаем вариации в малом барабане Тимофей Лаврентьев – ученик школы барабанщиков Васильев Груф Шестилетний музыкант занимается всего год Но уже удивляет специалистов своими феноменальными способностями игры на барабанной установке Ну, когда он был маленький, он все время стучал Стучал по полу, по потолку, по стенам, по столу У человека была тяга к музыке А потом мы как-то гуляли в этом парке, услышали, что стучат И по звуку пришли в эту школу И вот мы здесь, и вот мы уже целый год занимаемся Музыкальную школу Тимофей посещает три раза в неделю Каждый урок начинается с базовых упражнений под метроном Это специальное устройство, которое помогает барабанщику держать темп И не сбиваться во время игры Несмотря на юный возраст, Тимофей уже выступает на различных концертных площадках как солист И в составе детского ансамбля при шоу барабанщиков Васильев Груф В 2012 году Васильев Груф получил звание «Лучшее барабанное шоу России» Коллектив выступает на различных мероприятиях сольно и с диджеями Участвует в программах российских радиостанций и телеканалов Концерты Васильев Груф включает в себя не только игру на барабанах Но и элементы паркура, воздушной акробатики и хореографии Здесь один из классов, где мы проводим для наших студентов уроки Групповые уроки, как вы видите, здесь очень много электронных установок И здесь может заниматься группы до трех, до четырех человек с педагогом Звук электронной ударной установки практически бесшумен Роман, я никогда не играл на барабанах, вы можете меня научить? Да, могу, да Первое, что нужно сделать, это взять в руки палочки А, отлично, и что дальше? И затем нужно сесть за установку и попробовать что-нибудь сыграть Прекрасно, окей Да, первое, что научимся делать, это держать палочки И мы производим удар кистью, то есть играем только кистью Я уже обещал, что будет громко У нас есть три инструмента Хай-хэт, малый и бочка Вот сейчас на этих трех инструментах мы разучим простенький ритм Нужно сделать четыре удара в хай-хэт Да, у нас получилось раз, два, три, четыре Сейчас на раз и на три нам нужно одновременно с хай-хэтом сыграть бочку Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Дальше, на два и на четыре мы сейчас будем бить одновременно с хэтом малый барабан Вот так Да, получается Круто, вы выучили свой первый ритм Роман, спасибо большое Пожалуйста Отлично было, мы очень рады Да, здорово Супер Круто Мне очень понравилось Я с удовольствием продолжил обучение Но сейчас мы поедем дальше Москва – это не только столица России, но и центр музыкальной жизни страны В разное время здесь творили великие русские и советские музыканты и композиторы Биографии многих из них уже давно стали частью истории московских улиц и переулков Сейчас мы находимся на страстном бульваре возле памятника великому русскому композитору Сергею Рахманенову 1 апреля 2023 года москвичи отмечали 150 лет с дня его рождения Эта фигура знакома каждому любителю оперной музыки Это монумент великому русскому певцу Федору Шаляпину Монумент установлен рядом с домом, который когда-то принадлежал артисту А это памятник знаменитому виолончелисту Мистиславу Ростоповичу Со своей супругой оперной певицы Галине Вишневской Он жил здесь неподалеку, в знаменитом дом 100 роял Где слились самые известные советские музыканты и композиторы Я нахожусь в центре Москвы, в большом Николопесовском переулке За моей спиной красивый старинный особняк 19 века Уже более 100 лет здесь располагается музей великого русского композитора Александра Скрабина Последние годы своей жизни он провел именно в этом доме Квартира, в которой Александр Николаевич Скрябин провел три последних года своей жизни Находится на втором этаже особняка Мемориальный музей открылся здесь спустя несколько лет после его смерти Поэтому почти все вещи, которые окружали композитора и были ему дороги Остались на своих местах Мемориальный музей Александра Николаевича Скрябина Это старейший художественный городской музей Нам в этом году исполняется 105 лет И мне, как мажордому последнего пристанища Александра Николаевича на этой земле Очень почетно быть управляющим этого дома Потому что Александр Николаевич – это великий композитор, известный на всех континентах Его музыка сегодня исполняется всюду Самая большая комната в доме – рабочий кабинет композитора Здесь можно увидеть любимый рояль музыканта Это Бехштайн 1911 года Именно на этом инструменте Скрябин создавал свои последние произведения Ну а после смерти Александра Николаевича к клавиатуре этого рояля Прикасались практически все величайшие пианисты мира Это и Рахманинов, и Сафраницкий, и Горовиц, и Рихтер, Гиллис, и Ван Клиберн Наши современники очень многие Александр Скрябин известен не только как композитор-новатор Но и как музыкант, который первым в мире Начал исполнять произведения с использованием динамического цветного освещения Поэтому его часто называют отцом русской светомузыки Свою первую светомузыкальную поэму «Прометей» композитор написал в 1910 году Правда, концерты со световым сопровождением он успел дать только в домашних условиях Собирались гости, занавешивали шторы, выключался свет Скрябин играл переложение «Прометея» на рояле А либо его супруга, либо кто-то из друзей играли в полной темноте Вот на этой современной, по тем временам, конечно, современной световой клавиатуре Мы вот здесь даже показали, как Скрябин воспринимал музыку Это называется синестезия, то есть способность восприятия музыки в цвете Когда в каждой ноте, скажем, до, соль, ре, ля, ми, си, фа, диез и так далее Соответственно, в определенный оттенок цвета Александр Николаевич Скрябин прожил недолгую, но яркую жизнь Оставив после себя великое наследие не только как композитор и исполнитель Но и как настоящий патриот своего города Александр Николаевич очень любил свой родной город Москву У нас есть такое понятие – малая родина Малая родина – это часть великой России Александр Николаевич в Москве родился Александр Николаевич здесь крестился Александр Николаевич учился, женился, работал И даже упокоился на Новодевичьем кладбище в Москве И где бы он ни был, он всегда стремился вернуться в Москву Он писал, что ему лучше всего работается здесь И мне, как тоже коренному москвичу, это весьма приятно Дом Скрябина – это больше, чем просто музей Здесь регулярно проходят лекции, мастер-классы, фестивали Ведется научная работа Например, в начале июня 2023 года Здесь выступали лауреаты международного конкурса Музыкантов-исполнителей Кубок Китая и России Проводившегося при поддержке Ассамблеи народов Евразии Вот этот конкурс, который сейчас прошел Он у нас пятый, юбилейный И мы надеемся, что на следующий год Наш журавлик снова полетит в Китай И по традиции, которая формируется У нас уже не первый год Мы, концерт лауреатов, проводим в этом чудесном Замечательном, большом зале музея Скрябина И участники наши очень довольны Сегодня музыка Скрябина и других великих русских композиторов Звучит на лучших сценах Москвы Например, в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского Можно услышать знакомые произведения В исполнении оркестра Мариинского театра Под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева Мариинский театр здесь популярен В Москве И мы часто выступаем и с певцами Выступаем и с инструменталистами И с пианистами, и с крепачами Композиторами я очень много-много раз выступал здесь С фестивалями музыки Родиона Щедрина Мы выступали здесь с исполнениями, конечно, великих русских композиторов Очень часто Москва Крупный-крупный культурный центр Пять лет назад на музыкальной карте Москвы Появился еще один уникальный объект В самом сердце российской столицы Рядом с Красной площадью Открылся концертный зал Зарядье Сейчас афиша этой площадки Расписана на месяцевый период Здесь выступают знаменитые музыканты Со всеми мира И также проходят фестивали и лекции Концертный зал Зарядье Был спроектирован и построен всего за три года Сегодня это высокотехнологичный Многофункциональный концертный комплекс С двумя сценами Знаменитая исполнительница партии в операх Россини Мариана Пиццалата Меццесопрано из Сицилии Приезжала в Москву уже несколько раз Она выступала в концертном зале Чайковского В Большом театре И, конечно, на сцене концертного зала Зарядье Я считаю, что это великолепный зал Тут потрясающая акустика для певцов Здесь очень легко петь Я счастлива тут выступать Большой зал Зарядье рассчитан на 1560 мест Здесь не только уникальная акустика Которая создается в том числе благодаря специальным панелям Которыми обшиты стены Сам зал — это огромный трансформер За 40 минут сцену и портер Можно превратить в абсолютно ровное пространство Еще одна концертная площадка столицы Без которой невозможно представить культурную жизнь города Московский Международный дом музыки В 2022 году он отметил свое 20-летие Это особое место не только для музыкантов Здесь проходят концерты, спектакли, творческие вечера Праздничные шоу и фестивали Этот многофункциональный культурный центр Считается одним из крупнейших филармонических комплексов в России и в мире Чтобы попасть в здание Международного дома музыка Нужно подняться вот этой широкой лестнице Здесь установлен памятник великому советскому композитору и пианисту Дмитрию Шостаковичу В этом десятиэтажном здании расположились четыре концертных зала Светлановский, камерный, зал Шнитке и театральный Каждый из них имеет свой отдельный вход, что позволяет одновременно проводить несколько концертов Допустим, тут играл Джоба Намасса с огромным саундом И внизу мог проходить концерт пианиста, и там не слышно ни звука вообще Это даже ниже То есть звукоизоляция здесь полнейшая Он строго под ним находится Светлановский самый большой и, пожалуй, самый красивый зал дома музыки Он рассчитан на 1716 мест Его сцену украшает король музыкальных инструментов Огромный орган Говорят дизайнеры, что они его сконструированы таким образом, чтобы оптимально, ну, лучше всего звучала именно романтическая музыка Что такое романтическая музыка? Это 19 век уже, то, что уже было после Баха То есть это не та музыка, которая в соборах исполняется, а именно мощная романтическая концертная органная музыка То есть он звучит просто потрясающе, как мощнее, чем оркестр В Светлановском зале одинаково хорошо звучат как симфонические произведения, так и джаз или хиты тяжелого рока Секрет такой универсальности не только в качественной звуковой системе площадки Но и в материалах, использованных при строительстве Зал облицован сибирской лиственницей Специалисты утверждают, что это одно из лучших в мире акустических деревьев Оно идеально подчеркивает и отражает звук Хорошее дерево – это как хорошее вино, оно с годами становится только лучше То есть оно высыхает, оно приобретает необходимую плотность для того, чтобы правильно отражать звук Правильно распространять его по залу Также оно набирает, как бы странно это ни звучало, оно набирает резонансы музыки, которая играется в этом зале И в зависимости от этого его структура изменяется и подстраивается под происходящее в зале Зал Шнитке – самый молодой в доме музыки Его открыли два года назад Этот зал «Трансформер» используют для репетиций, профессиональной звукозаписи и трансляции концертов Звукорежиссер Максим Ольхов вместе со своей командой следит за тем, чтобы и артисты, и зрители остались довольны звуком А это мое рабочее место Здесь у нас находится микшерный пульт Самый главный инструмент работы звукорежиссера В него поступают все сигналы со сцены Каждый микрофончик Каждый приборчик Все приходит сюда Здесь мы подстраиваем тембры Настраиваем баланс И делаем все для того, чтобы нашему слушателю было комфортно находиться на концерте Через несколько часов концерт начинается Музыканты уже репетируют на сцене Давайте посмотрим Сегодня на сцене камерного зала Московского международного дома музыки звучат саксофоны Молодой ансамбль «Нова» исполнит барочный хорал и классические произведения симфонической музыки Для нас эта сцена очень важна Потому что здесь, на этой сцене, был наш дебют Мы играли серию концертов новогодних Это уникальный зал Один из лучших залов не только в Москве и в России Со своей особенной акустикой, которая помогает играть, помогает склеивать наши тембры, наши звуки Так что одно удовольствие здесь быть, конечно За 20 лет своего существования Московский международный дом музыки Стал одной из любимых площадок москвичей и гостей столицы Ценящих качественное исполнение и хорошую акустику Я думаю, что мы прекрасно проведем вечер Потому что здесь очень приятная публика, зал хороший Все время здесь так, знаете, тепло, душевно Я играю на инструменте у учителя, у Александра Олеговича, который сегодня тут выступает Мы не очень часто слушаем учителя И у него всегда какие-то такие очень интересные композиции он выбирает Вот, интересно послушать О музыкальной Москве можно рассказывать еще очень много Но зачем слова, когда в зале звучит такая красивая музыка Вы посмотрели программу «Москва. Лучший город земли» С вами был Майк Гибсон Увидимся в следующем выпуске Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова